Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги «Премудрости» Соломона, не каноническая книга Ветхового Завета, я читаю для библейского портала «Экзегет» ее синодальный перевод. И девятая глава — это молитва. Я напомню, что книга приписана Соломону, но явно он не был автором, потому что она написана на древнегреческом, причем это явно не перевод с еврейского. Соломон точно еще жил до того, как возник литературный древнегреческий язык. Но, тем не менее, он здесь не представляется как автор. Он не говорит «Я царь Соломон». Скорее, это рассказчик, скорее, это некий лирический образ, в уста которого вкладываются эти слова. И более того, мы здесь, в общем-то, не видим особенно никаких деталей, которые указывают конкретно на Соломона. Соломон, скорее, такой образец авторства, вот образец человека, который говорит от имени юноши, искавшего премудрость. И в конце восьмой главы он говорит, что овладеть премудростью можно только через молитву, это дар от Бога. И вот в девятой главе мы читаем эту молитву. И мы знаем, что действительно в Третьей книге царства описывается, как Соломон молится о даровании премудрости в начале своего правления. Это главное, чего он хочет от Бога и получает. «Божий отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и премудростью Твоей, устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд». То есть, Господи, Ты творец, при этом творение понимается как словом и премудростью. То есть, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, можно сказать, что это словом. Но слово одновременно это тот самый логос, который будет упомянут в Евангелии от Иоанна в самом начале. Это некий замысел, некий распорядок. То есть, не просто творение как нагромождение всего, но вот воплощение замысла, причем замысла с премудростью. Премудрость, мы уже читали, это дух, который действует в этом мире, который иногда описывается как некая прекрасная дама, некая царица. И, смотрите, вот все это сотворено для того, чтобы человек правил в этом мире, но правил по справедливости. Правосудие – один из важнейших принципов, которые соответствуют образу человека, как Бога в этом мире, как образу Бога в этом мире. «Даруй мне, присидящую престолу твоему премудрости, не отринь меня от отроков твоих, ибо я раб твой, сын рабы твои, человек немощный и кратковременный, и слабый в разумении суда и законов». Ну вот, да, царь говорит о себе, «Я раб твой, слаб в разумении суда и законов». «Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без твоей премудрости он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа твоего, и судьей сынов твоих от черри». Это, конечно, похоже на Соломона, но не только Соломон был царем. «Ты сказал, чтобы я построил храм на Святой Горе твоей, а вот это уже Соломон и алтарь в городе обитания твоего, по подобию Святой Скинии, которую ты предуготовил от начала». И здесь действительно, пожалуй, это единственное место, где конкретно указание на него, но еще раз говорю, это скорее все-таки общий литературный образ. «С тобой премудрость, которая знает дела твои, присуща была, когда ты творил мир, и ведает что угодно пред очами твоими, и что право по заповедям твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы твоей, не спошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред тобою». То есть он молится о мудрости не для того, чтобы стать победителем каких-то викторин, не для того, чтобы хорошо управлять народом, но прежде всего для того, чтобы он понимал волю Божью, а все остальное тоже будет прикладное. «Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ твой справедливый, и буду достойным престола отца моего». Ну и, соответственно, он будет достоин престола отца, отец у Соломона Давид, но это можно отнести, опять-таки, к любому царю, вообще к любому человеку, который хочет занять достойное место в этом мире. «Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий, или кто может и разуметь что угодно Господу? Помышления смертных не твердые, мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем, что под руками, а что на небесах, кто исследовал? Ну вот, премудрость нужна для того, чтобы понять волю Божию, которая на небесах. «Волю же твою кто познал бы, если бы ты не даровал премудрости и не спасал выше свой товод твоего духа? И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно тебе, и спаслись премудростью». Вот, соответственно, молитва, которая здесь завершается. И интересно, что ее основной смысл, мне она нужна для того, чтобы понимать твою волю. Как часто люди думают, что знают ее? Как часто люди бьются за то, чтобы от имени Бога говорить? Стараются ее осуществить? В древности так было, сейчас такое встречается. А он говорит, я не знаю твоей воли, помоги мне ее познать. Дорогого стоит. А что интересно, дальше идет перечисление событий, причем очень длинное, практически до конца книги, событий, когда премудрость являлась людям в этом мире. Что произошло? Как это было? Зачем это? Ну, начнем читать 10 главу, задумаемся. Продолжение следует... Продолжение следует...